На Донбассе началась стрельба. Артиллерия работает с обеих сторон, сообщает Рейтер со ссылкой на УБСЕ. Есть первые пострадавшие, впрочем, в Киеве заявляют, обстановка на линии соприкосновения стабильная. РИА Новости сообщают о взрывах в 80 километрах от Луганска. Госдеп утверждает, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Песков говорит, полыхнуть может в любой момент. В российском посольстве в Киеве уже полыхнуло, над зданием заметили облако дыма. Доллар и евро подскочили на полтора рубля, российские акции упали на 3,5%. Лукашенко готов признать ЛНР и ДНР синхронно с Россией. Правда, если верить Пескову, Москва по-прежнему считает идею лишь частной инициативой КПРФ. Кроме того, Минск намерен разместить российские войска на бессрочной основе, а если понадобится, принять не только ядерное, но и сверхъядерное оружие. Во французском МИДе констатируют, в Европе не осталось правил, регулирующих стабильность и безопасность. Все пакты о контроле над вооружениями устарели или потеряли смысл, заявил министр Ледриан. А замглавы британского Минобороны предположил, новый этап противостояния с Россией может продлиться поколение или больше. Рейтер пишет, новый оборонный бюджет США может превысить 800 миллиардов долларов. Российский Совбез тем временем обращает внимание на Арктику. По данным замсекретаря Совета Попова, Вашингтон хочет расширить свое присутствие на Севере и лишить Россию монополии на Севморпуть. В марте НАТО проведет арктические учения «Холодный ответ» с участием 35 тысяч военных и американского авианосца Гарри Трумэн. Израиль снова обстрелял пригород Дамаска. Накануне вечером возле сирийской столицы взорвалось несколько ракет класса «Земля-Земля». Это второй артобстрел за две недели. Франция выводит войска из своей бывшей колонии, Мали. Причина – переходные власти не дают бороться с терроризмом, говорится в заявлении Елисейского дворца. По словам Макрона, пришедшие там к власти военные наняли ЧВК Вагнера для защиты своих интересов. Но официальная Москва здесь ни при чем. Об этом Макрону на недавней встрече сказал Путин. Олигархов отлучат от монархии. Британские власти планируют отказаться от выдачи золотых виз, которые дают гражданство в обмен на инвестиции. По словам главы МВД Пател, эту систему полюбили криминальные элементы из России, Китая и Казахстана. Помимо запрета на выдачу новых виз, будут проверены и ранее выданные. Путин поддержал Бастрыкина по отношению к мигрантам. На коллегии МВД он заявил, к нелегалам и преступникам должны применяться самые жесткие меры. Любые проявления экстремизма или нарушения правопорядка, а также незаконная трудовая деятельность – основания для высылки и запрета на въезд. Количество экстремистских преступлений в стране выросло за год на четверть. Цены на импортное сырье для производства отечественных лекарств выросли на 30-40%, рассказали ведомостям сразу в нескольких фармкомпаниях. Это ведет к подорожанию многих медикаментов, в том числе из списка жизненно важных. 80% мирового рынка контролирует Китай. В Минсельхозе прогнозируют дальнейший рост продуктовой инфляции. Сдержать цены на молоко, хлеб, сахар и овощи, возможно, не получится, говорит замминистра Лут. Росстат посчитал, насколько подорожал так называемый борщевой набор за пять лет. С 2017-го капуста взлетела с 18 до 60 рублей, картофель с 20 до 48, свекла и морковь подорожали вдвое, лук в полтора раза. Госдума обсуждает снижение ставок по микрозаймам с нынешних 360% годовых. Минтруд решил оптимизировать трудовое законодательство. Одна из главных целей – вывести из тени тех, кто уклоняется от налогов. К 34-му году потери от таких могут достичь полутора процентов ВВП в год, говорят в министерстве. Займутся и самозанятыми, для них хотят проработать режим работы и отдыха и соцгарантии. За прошлый год число самозанятых удвоилось и достигло 3,5 миллионов. В Барнауле забастовали сотрудники шинного комбината. Причина – резкое падение зарплат. Руководство заявляет, на предприятии идет аудит, и часть премии и надбавок решили пока не выплачивать. Сотрудники недосчитались от 15 до 40 тысяч рублей. Казахстан тоже продолжает бастовать. В Мангистау отказались работать сотрудники транспортной компании, которая обслуживает нефтяное месторождение «Каламкас». Требование – заключать долгосрочные контракты и повысить зарплаты. По словам протестующих, они в 2-3 раза ниже, чем в других компаниях. С 14 февраля бастуют и рабочие в Жанаозене. Пекин озабочен вспышкой ковида в Гонконге и распорядился принять меры. За день в городе больше 4 тысяч заражений при почти нулевой статистике по остальному Китаю. Вводится карантин, начинается массовое тестирование по миллиону человек в день. В России за сутки снова больше 180 тысяч заболевших.